Коллеги, привет! Какие вот хобби повышают наш интеллект? Некоторые из них не только повышают интеллект, но еще и снимают стресс. Ну, всем известно, что, например, регулярные физические упражнения снижают стресс, в общем-то, позволяют нам медитировать в это время и повышают таким образом наш интеллект. Даже простая ходьба улучшает творческие способности. Игра на музыкальном инструменте. Как ни странно, например, тот же Уоррен Баффет играет на гавайской гитаре и вообще много предпринимателей, которые играют на разных музыкальных инструментах. И это является и хобби, и развлечением. И это, конечно, развивает те же самые творческие способности. Видеоигры. Ну, как ни странно, то есть очень многие, конечно, их ругают, особенно запрещают детей, но, в общем-то, быть геймером – это не пустая трата времени. И по некоторым статистикам посчитали, что состоятельные люди в среднем играют по 5 часов в неделю. Изучение иностранного языка. Иговорение на нескольких языках улучшает исполнительную функцию нашего мозга. То есть, начиная там от памяти до планирования и исполнения. Вот тот же Цукерберг, например, выучил китайский. Чтение художественной литературы. Ежедневная привычка. Она делает нас не только умнее, но и счастливее. Об этом также говорил и Стив Джобс, и Гейтс, и Маск, и многие другие. На самом деле, конечно, есть еще одна очень интересная и замечательная привычка, которая развивает наш интеллект – это стимулирующие разговоры. Ну, разговор с кем-то, кто, ну, может быть, в чем-то умнее, или кто разбирается в чем-то серьезнее, чем вы, или у него есть какая-то своя точка зрения на одну и ту же проблему, является абсолютно фантастическим упражнением. Кроме того, вы не то что узнаете там чего-то новое, но и такие разговоры как бы улучшают быстроту нашего мышления. Именно поэтому я приглашаю предпринимателей свой онлайн-менторский акселератор «Бизнес Лонч по четвергам», чтобы разбирать ваши бизнес-модели, находить точки роста для увеличения прибыли, для развития бизнеса. И на этих акселераторах за одну вот Zoom-сессию мы разбираем вот двух там до четырех проектов, обсудим, что можно сделать по-другому в вашем бизнесе, что можно улучшить именно в вашем случае. Поэтому, если хотите получить альтернативный взгляд на вашу бизнес-модель, на ваши продажи и получить, в общем-то, бесплатные рекомендации по устранению слабых мест, ну, ставьте лайки, пишите комменты, а еще лучше просто присылайте мне в личку ссылки на ваши сайты, на ваши проекты. И я, возможно, пришлю там несколько дополнительных вопросов, чтобы перед тем, как наш акселератор вышел в онлайн, то есть я больше бы подготовился к нашему разговору, и мы могли бы с вами обсудить ваши задачи наиболее лучшим способом. Поэтому жду вас на акселераторе, пишите, приходите, не стесняйтесь, все будет прям очень круто, полезно и вырабатывайте привычку для хороших интеллектуальных разговоров.